1077 номер события дня римлянам 8 9 но вы не по плоти живете а по духу если только дух божий живет вас если же кто духа христова не имеет тот и не его 1 коринфам 6 19 не знаете ли что тела ваша суть храм живущего вас святого духа которого имеете вы от бога и вы не свои я скажу что вот это все что тут эпиграфом взял для православных это чуждо незнакомых это за 27 ноября 2018 года то и за вчерашний день но и наше объявление о помощи и вот пишут мне мир вам игнатий тихонович благодарю вас за ответы хотелось бы спросить у вас про отлучение от причастия за грехи насколько отлучить от причастия по канонам женщину за блуд живет с мужем не венщина я ну сколько там не венщина тут это какой муж у 5 10 ничего не известно ответить нельзя просто если она с мужем живет изменяет там на девять лет вот если женщина предохранялась раньше таблетки спираль потом перестала и раскаялась сколько за это будет отлучение от причастия я писала вам ранее что хожу в болгарскую православную церковь здесь сша посты у них соблюдаются по новоюлиановскому календарю например рождество христово празднуется 25 декабря как мне соблюдать посты по каким датам как болгарской церкви или же все таки придерживаться дат постов русской православной церкви заранее благодарна за ответ спасибо с христос юля заранее благодарна вот это я не принимаю как можно благодарить когда это только перед богом можно бога заранее благодарим а человек а как он может такое на натворить вот я никогда этих слов не сказал но понимаю что нельзя говорить богу богу можно я отвечаю что было до крещения под этимию не попадает но грехи омыты кровью христа в водном крещении деяния 3 18 22 не 26 16 ошибочка вышла и метод нельзя зайти сейчас туда и закрыта за проще за предохранение канонов нет то это должно бы решать церковные власти конечно же не так как у старообрядцев табака курение применили к содомскому греху хотя внешне можно отнести но все же большая разница а вот можно отмечать рождество христово потому как в тамошней церкви но если вы уже привязаны привычкой и таким наставлением что только по устарому стилю то делайте так но желательно чтобы не афишировать это среди ваших тамошних болгар а то будете нарекания иметь не согрешите ни тем ни другим календарем это все не главное второстепенное исаях глава 3 стих 16 и 23 вот немного и толкование на эти стихи святого кирилла александрийского из всего можно видеть что они имели величайшее пристрастие к нарядам преданы были мыслимах букву шей украшениях в особенности жарозврате ибо женщинам с добрым настроением сердца и отличающимся скромностью совершенно противно занятия такими предметами им отвратительно ненависть на то что придавало бы им не скромный вид напротив они твердо держатся того мнения что должно приобретать похвалу добрыми делами а у распутных женщин у которых заметно склонность к любодеянию распутству ум обращен ко всему противоположному и помысл стремятся к тому чтобы со всевозможной тщательностью украсить себя и отовсюду собирать то что подребно для этого каждой из таких женщин надлежит сказать что она напыщена и распутна как-то пришлось ну там где ванна стоит у моей сестры помыться я глянул а там бутыльков этих разных но там дочка видно неверующие вот такое дело я пишу тут знакомый помогает мне мир вам сергей мой главный помощник по закачиванию файлов временно отсутствует и мне пришлось заниматься этим а вот как соединить несколько файлов в один раньше все это делал сам верстал книги и фотошопе работал много но меня обвинили в том что всю работу взял на себя а молодым не дал и я тут же отошел от всего этого но сегодня мне нужно этим заняться у меня хорошего очень программисты тут саша загуляев алексей загуляю вот такие там постоянно помогали и вот теперь еще несколько новых в общем я посчитал мне помогает примерно 7 очень хороших которые сами свои фирмы даже имеют программисты он говорит скидайте мне не так просто их соединить нужен видеоредактор он пишет это не я говорю а сергей я говорю был тут программист но программу не смог он у меня найти все так и застряло сергей в этом и проблема хорошая программа стоит хороших денег нужно устанавливать в взломанную а это сделать не просто много тонких моментов поэтому можете мне скинуть файлы я их склею и сброшу вам это я ему закачать должен послать а два файла бывает так один полтора часа а другой две минуты ну надо соединить я пишу ему тогда отбой я раньше соединял их есть несколько роликов где фотографии наплывают идут надписи и музыку вставлял то есть я такие ролики составлял даже листики там сами перелистываются все стерлась из памяти файлы большие иногда по часу по полтора часа это невозможно оставим все благодарю за скорый ответ наталья пишет отец игнатий мир вам вашему дому хотела попросить ваших молитв отправила этот ролик священнику дмитрию который погружал моих детей написал ему о кирилле сахара и написала что послушал проповедь хорошая живая во славу по слову божью чтобы него ревность появилась проповедовать по слову божью то есть я там на берсеневке около храма христа спасителя этот храм там проповедую стихарь на мне надеты он считает проповеди в храме и сам проповедует но прихожан как-то это не затрагивает сами понимаете какие тут люди живут достатки не имея гонений скорбей как в россии помолитесь чтобы господь открыл его сердце господи откроем у сердца и пробудил совесть для проповеди по слову божьему а вас я ему ничего не говорила не знаю его реакции кое-как он согласился брать у меня десятину я только потихоньку не сразу могу ему материал из книги к истинному православию откопировать и послать если не пошлет меня на три буквы это а папе пишет а батюшки проповедь придите ко мне лапки на берсеневке это я говорю вот эту проповедь я послала с канала youtube михаила кальмаева нравится она мне очень я уже не первый раз прислушиваю не могу наслушаться как дух святой через вас говорит спаси христос вас и общину и труды ваши и дарует еще здравия и сил и у дмитрий один пишет что говорит ян златоуса десятине святой он говорил кавычки открыто устроим в своем доме ковчежи для бедных который пусть находится у того места где ты становишься на молитву пусть каждый в день воскресный откладывать дома деньги господни ремесленник продав что-нибудь из своих произведений пусть приносит начаток цены богу и этой малой счастью поделится с богом небольшого требует а только прошу отлагать не менее 10 счастье тоже делайте не только при продаже но и при покупке эти правила пусть соблюдает все приобретающие праведно кавычки закрыты вот тебе и новый завет не меньше десятина а дальше ты можешь свободно даяние десятины таинственный духовный закон соблюдающий его никогда не в чем не будет нуждаться дай богу богова и готовься к новым поступлениям это горняя логика хорошо была известна крестителю руси благоверному князю владимиру поэтому первая построена и в киеве церковь назвалась десятиной и вот теперь сегодня ролик мне скинул один сергей новиков посмотреть называется пенсионерка строитель печей человек на карте ну что понятно было я сейчас вот просто по-русски зарядить это можно вот пенсионерка пенсионерка вот такое дело где она тут почему-то это не очень я вижу как как войти то в него вот она до конца дошла я могу назад вернуть вот женщина такая веселая все делает самостоятельно я горит не печник но это печник 40 лет почти больше больше даже я говорю сколько она ошибок сделала у нее летние хода нету она идет не надо с болгаркой со сваркой за ней идут я на велосипеде и с собой только кирочка уровень и кельма все но и шнуры натянуть как а у нее нет этого она не печник действительно но делает видно что тут у ей придется пищи больше прожигать больше трата будет и и дети которые и внуки они получают мужика нету горит умер вот она как закладывает задвижку вот я все смотрю я ее останавливал тут на раб по больше 20 раз думаю своим поясняю что это вот я сейчас местами буду перекидывать и тут показано в конце семь человек которые помогают и продюсеры и составители там и макета ну как кино составили то поэтому как печник то она ну какой печник она сама говорит не печник ну печь топится она старательная веселая вот внуки тут помогают при ней ну чтобы получился фильм показывать как на улице обедать как разговаривает как пышки эти печет дальше козу дует свиней там загоняют куриц кормят но это так пищем ты уж никак не относится то то есть просто печку это и интересно им она на пласте ложит и я посмотрел тут ошибок здесь около десяти примерно так поэтому но не она мне не экономная печка но она старательно вот это главное то где говорит на безрыбье рак рыба и она очень веселая мне нравится это и бабка больная которая печь делает как скорая приезжает как измеряет давление пищи пенсионерки тут ничего не относится вот это вот которая только печка но что сделаешь этих печей переделал столько что кое-что непонятно но они болгаркой тут отпиливает кирпич а тут такого то нету с собой кельмы ни за одним печником такая ватага не пойдет вот они тут разглаживает она штукатурит где-то там показали даже будто бы плиткой обкладывать но тут нет видно чужая печка была теперь она не сделала летний ход и поэтому печка сразу дымит она не может растопить и теперь на огонь поджигает в трубу везде задвижки поставлены внизу это но один раз это можно сделать то есть и каждый день печку может топить три раза учуя топить три раза один раз порта пилы носит к в сибири на ночь потопить то есть я увидел столько больших недостатков и и никак нельзя нанимать было никого нету повторяю на безрыбья рак рыба я разделала печку в этом я похвала вот я нет это хорошая тянет значит вы про себя как скажете вы кто больше врач все-таки ли печник не я не печник но я себя как-то каком песнику мне считала и сейчас вот вы приехали тоже так но нашли это это не видать какая женщина печник что-то же газету пачки она живет вот так так интересно нашу такое мне показали у нее положительно 6 половиной тысяч отрицательных 130 на вы куда бы записали свопри я никому не давал еще ни разу пальцы это кверху или книзу здесь в ней положительно что она это делает муж везде она там выпивает наливает я и она весело так не пьянется а мужа нету ну раз нету что тут говорить ей 62 кажется года похоже по всему что может а лишилась тоже любил может быть выпить да как большинство я не знаю 60 лет умирать это рановато как будто бы парни стоят ничего не делают почему-то у бабушки там и красный угол иконы я все-все рассмотрел печку конечно но вот если бы вы пришли в дом такая печка ну пускают у меня здесь кто-то был и там вверху за ну как стоит заглушка плита на труба на ней мучаюсь еще нельзя сделать разбирать очень много а только разбирать поэтому я в одной канал сделал приложила с этой стороны свою я не раз показывал где то это печку переделывать это ой 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 вот так я пишу тогда мой дедушка по матери чонарёв егор иларионович был профессиональный печник от него и моя мама мария егоровна клала печи и мне пришлось лет с 15 этим заниматься помню еще в школе учился иногда две пищи за день выкладывала она видно что одну печь делает несколько дней несколько дней у нее тут русская как бы комбинированная у меня было такое приходит я делаю печь то иногда в день даже две выкладывал и вот иногда две пищи за день выкладывал и даже единожды 6 пищей на за день пришлось прочистить отремонтировать на нашей улице второй строительной перешагнул через порог упал и утром снова на велосипед и по району с частными домами выгодно приятно людям уважение и по сей день храним мною оберегаем инструмент уровень дедушки егора его назвали ветерпасом он у меня на всех работах и завернут в несколько обувок чтобы не сломать и не разбить и нахожу что он очень хорош удобнее многих нынешних ватерпасов но мне это тут и никак она не даже не видел в руке у нее этого и у меня шнуры натягивают это и она натягивает кверху а дальше только присоединяя к ним где кверху идет каждый угол она этого не знает но не знаю где смотрела главное что хватка женщина то коня горит на скаку остановит она его не остановит она его завалит даже этого коня полное ведро несет там свиньям ты даже не перегибает к контур свой мне очень понравился этот ролик но я никогда нигде знаков никаких не ставлю а просто говорю и вот хозяином я одному делаю другие соседи стоят смотрят я затопляю вот у меня были свои там правила в течение года бесплатный ремонт печь я делала намного дешевле чуть не в два раза тех которые делали пищники там где-то в городе сделают не топится за мной идут я посмотрю иногда выправлять нельзя разломать заново и заново разломает и тогда делаю с лежанкой русская печь у него бабушка она не залезет на печь а внизу что было и такие делал с котлом отдельно голландка вот то есть это много вариантов но у меня нет таланта изобретать печь с ущербского там разные разные где-то я делал разные но и сам ничего не изобретал но в каждую печь что-то маленечко вкладывал где-то чуть-чуть оттесать уголок и посмотреть как там будет вот какое расстояние под духовкой на какой стороне прочистка тут закрытыми глазами могу это сделать но столько лет делать вот это конечно минуты свободно не две пищи за день а я приходил всегда один за мной со мной не было не она идет тут и дети идут со сваркой и дети внуки сварку везут болгарка там пилят где они там с собой привозят видать эти уголки гена у бабки то я ничего этого не делал только печь а остальное должен приготовить и вот приходят надо мы говорят знаете к нам пришли вчера печку делать и говорят что вы бригадир прораб я действительно прорабом был вот и вы их нанимаете они делают татариным он соседа делали это не целую неделю гуляли неделю неделю выпивка и такого у этого мужика сделали без выпивки я в рот не беру лишь алкоголь на это и топится он не нарадуется я говорю я не знаю никакого татарина но от вашего имени я говорю это ну а покрыв какой как везде подделка идет нет я говорю нет нет ну ждите тогда очередь я все это вспоминаю однажды ребятишки стоят рядом сосед печку готовит себе и ребятишки ему поговорить охота он но а ты кем будешь я космонавтом он говорит нет ты будешь алкашом как твой отец доказывает ему девчонка кем я артисткой буду да нет ты как твоя мать будешь на вторую букву алфавита мужик такой все знают про них тут тоже надо смотреть к слову сказать у меня однажды в лагере я также выстроил детей кем хотите быть один горит а я буду автомеханик сам пухленький такой почему я много уже знаю папа этим занимается а другая девочка мать ветеринар она говорит я буду ветеринаром я круто все будете вместе вы всегда будете сыты и обуты пищи делать выгодно шесть пищей отремонтировал я за день один раз это один раз жизни было такое платят хорошо и в городе встретят и везде уважение но надо работать у меня на велосипеде там сумка с собой я ведь беру только проволоку такая трудно сгораемая была она видишь тут приваривает они конечно это хорошо летний ход обязательно да он отдернул напрямую все выдавило и дальше от открывать прожигать это от бумаги пепел два-три раза до десять раз и там уже забило трубу вот так это я уже говорю как имеющий к этому отношения вот это этой женщине которая туда вопросы задает еще показать вот что она тут говорит женщина да я не успел тут это убрать сегодня же вопрос был игнатий тихоныч дорогой прошу прощения что вновь отвлекаю вас но если у вас найдется немного времени то проверьте меня пожалуйста правильно ли я рассуждаю меня беспокоит значение одного текста в писании это 13 глава от матфея притча о сеятеле вот посмотрите какие рассуждения я много раз внимательно читал эту притчу и рассуждала в сердце своем какой почве могу себя отнести пришла к выводу что я каменистый я прошла толкование фефилакта болгарского яна златоуса и все же есть один момент на который я не нашла ответ каменистая почва то сердце человека каменное сердце лишенной любви евангельской сердце гордое тщеславное эгоистичное человека угодливая ленивая и так далее это мне понятно понятно так же что есть даже надежды для такого сердца если найдется такой жорнов который сможет размолоть этот камень лопасти этого жорнова копья зубила топоры то есть все то что причиняет нестерпимую боль каменному сердцу сокрушая его и конечно этой скорби и всякая неустроенность в жизни также ночью размышляя о жорнове я вспомнила одну поговорку что вода камень точит так может и источник истина тощит живой воды слова это учение христа может истощить камень в это счастье мне более или менее понятно но вот фраза корни а как не имела корня засохла мне видится смысл в том числе что речь идет и о корне который дал жизнь душе этой самой почве то есть рот так вот мой вопрос если в роду как минимум два три предшествующих поколения со стороны отца и матери бабушки дедушки прабабушки прадедушки не находились завете с богом не были рожденными свыше да и вообще были беспечник делам спасения то значит корень сухой а как тогда может он дать зеленый росток если не за что укрепиться я считаю истинных сынов господа всегда находила что как бы не складывалась их жизнь до прихода к богу но они все были от молодых ногтей к нему расположены и родители у них были благочестивые я не встретила ни одного текста где бы говорилось что кто-то из них был рожден блудниками сребролюбцами или еще кем-то из грешников но ведь корень исправить нельзя так если надежда для каменного сердца заранее благодарю вас за ответ если не найдете возможность ответить мне то благодарю что просчитали мое письмо и понимая вашу занятость прошу простить что отняла у вас время мира вам и добра вам с уважением ольга вот понятно что то ольга и она может быть и не было тут еще что ответить ольги я отвечу что вот этот ролик чтобы она посмотрела мне писать то некогда и рассуждение у нее хорошее и вот каменное сердце и корни корни это и родственники никто тут никакого отношения к корням не имеет это слово тут их не затрагивает а просто сила которая идет от воды от земли она не может достать то никак корня глубоко нет не углубленная вера а корня здесь вообще пояснение корней никакого никто не дает это понятно раз растение корни а что означает нету этого растение все в целости берется углубленное то есть и слово божие и дела и крепко верит себя соблюдает страхи можем вот это и есть углубление углубление корня не корень корень это ну понимаешь что чувство сердце душа так можно понимать вот так вот и ленточный вот вчера сколько у нас было это на форум я могу даже посмотреть от вчера было сколько 234 человека ну это все же дома сижу ничего нет показали у нас среднем посещаемость мне так написал программист тридцать пять тысяч на ю тубе ежедневно теперь наш канал вот он сегодня выставил 8 роликов может еще днем будет сейчас это же посмотрю просмотров вот здесь уборка в храме 6 часов назад это я был 454 это максимально а тут зла того что у нас очень богатый этот канал наш и во свете библии православный библейский сайт много тут что есть просто заходите ответы на 4124 здесь еще же такое тут за посмотреть вот уже здесь говорил 400 не 400 546 546 за 6 часов получается за каждый час по 100 человек зашло для нас это максимально невозможно вчера фильме досмотрел снайперы а сегодня вот пенсионерка печку делает вот посмотрите не знаю с мясом и морковкой это с мясом это наверное да с морковкой перерыв хотел показать как они выпивают она щекнулись интересно стукнуть стаканом стакан зачем это а уже так вошло это без этого нельзя чокнуться чокнуться то есть умом тронуться и слово то какое хорошее дело браком горит не назовут а тут брак это свадьба ну вот на сегодня пока все